Джон Бивер. Награда за честь. Глава 8. Почитание лидеров в обществе. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божье и учения. 1 Тимофею, 6 глава, 1 стих. В данном месте Писания Павел говорит о власти в обществе, включая наших работодателей, начальников, учителей, тренеров и т.д. Как я уже говорил выше, сегодня это высказывание звучало бы следующим образом. Пусть все работники почитают своих начальников и работодателей достойными всякой чести. Или так, пусть все студенты, получающие образование, почитают своих преподавателей достойными всякой чести. То же самое относится к взаимоотношениям между спортсменами и тренерами и любым другим взаимоотношениям, подразумевающим подчинение одного человека другому в светском обществе. Заметьте, Павел говорит, что мы должны почитать светские власти, чтобы на имя Господа и учение Евангелия не было хулы. В расширенном переводе Библии говорится, чтобы имя Бога и учение о нем не принесло дурную славу и хулу. Дурная слава значит плохое отношение в обществе, полное отсутствие уважения. Хула значит непочтительное и дерзкое отношение к Богу и священным вещам. Соединив все слова воедино, мы можем ясно осознать, что если мы, как верующие, не будем относиться с уважением и честью к нашим работодателям, учителям или другим светским лидерам, тогда мы увидим, что в обществе никто не будет уважать Царство Божье. Тем самым мы можем навлечь непочтительное отношение к Богу и нашим святыням. Каким образом общество относится непочтительно к Богу и священным вещам? Молитву в школах запретили. Плакаты с десятью заповедями из залов судов вынесли. Большая часть современных развлечений отвратительна и безбожна. Большая часть музыки грубо оскорбляет Бога. Наша образовательная система рисует тех, кто верит в творения, узкомыслящими и даже выставляет их как угрозу развитию науки. Список можно продолжать бесконечно. Не могло ли быть так, что мы, как верующие, поспособствовали безбожному поведению нашего общества тем, что не проявляли уважения и не воздавали честь светской власти? По словам Павла, приведенным выше, это именно то, что происходит, когда мы перестаем оказывать истинное почтение. Изображение Евангелия в невыгодном свете Я мог бы привести много примеров на эту тему, но расскажу лишь одну историю, произошедшую со мной несколько лет назад и лучше всего иллюстрирующую слова Павла. Когда я шел на посадку в самолет, вылетающий рейсом из одного крупного города, меня повысили до первого класса благодаря моему статусу часто летающего пассажира. Я сел рядом с хорошо одетым бизнесменом, который потягивал коктейль. Я почувствовал желание познакомиться с ним и поделиться Евангелием. Поэтому сразу же начал разговор. Мы разговорились, обмениваясь разными мыслями и информацией. Короче говоря, мы быстро подружились. В его голосе были довольно специфические интонации, из чего я сразу понял, что он был руководителем. Я поинтересовался, чем он занимается, и он рассказал, что является владельцем второй по величине таксомоторной компании в городе. Затем я повел разговор о том, как он руководил компанией. Поговорили о его работе, и он спросил меня, чем я занимаюсь. Я ответил, что работаю на Господа служителем Евангелия. Его дружелюбное выражение лица мигом сменилось на неприветливое и отчужденное. Он что-то проворчал и отвернулся. Я был в шоке. Человек, с которым мы только что вели приятную дружескую беседу, вдруг внезапно сделал вид, что знать меня не желает. Однако наш разговор шел очень хорошо до этого момента, поэтому я точно знал, что его можно продолжить. Поэтому я спросил его дружелюбным тоном. Вас определенно задел мой ответ. Что случилось? Он повернулся ко мне с серьезным выражением лица и сказал. Знаете, вы мне почему-то понравились, поэтому я расскажу вам, почему я не хочу иметь дело ни со служителями, ни с христианами вообще. Мне стало очень любопытно. Он начал рассказывать. У меня была сотрудница, так называемая рожденная свыше. Целыми днями на работе она проповедовала всем остальным моим сотрудникам и говорила о том, что им необходимо спастись. Но мало того, что она плохо выполняла свою работу, так еще и другим мешала работать. В конце концов она уволилась и прихватила с собой несколько вещей из компании. Кроме того, она оставила неоплаченный счет в 8 тысяч долларов за международные звонки своему сыну в Германию. История произошла в середине 90-х годов, когда звонки за границу были очень дорогими. Я был потрясен. Теперь каждому человеку в той компании будет очень сложно принять слово Божье, потому что своим поведением она принесла хулу на Бога. Проповедуя, вместо того, чтобы выполнять свою работу и совершив такое ужасное воровство, она не оказала никакой чести ни своему начальнику, ни сотрудникам компании. Хотя она должна была быть самым надежным и примерным сотрудникам. Вот почему Павел говорит всем работникам. Скажи слугам, чтобы повиновались своим господам, чтобы угождали им во всем. Предупреди их, чтобы не прикословили и не противоречили, не крали даже малоценные вещи. Но пусть во всем доказывают свою верность. Пусть покажут, что им можно доверять и полагаться на них. Пусть во всем будут украшением и доброй репутацией учения, которое от Бога, Спасителя нашего и о Нем. Титу, 2 глава, стихи 9 и 10. Она сама же порочила и подвергала сомнению то, о чем проповедовала. Наши дела кричат намного громче, чем наши слова. Эта женщина бросила тень на Евангелие. Если бы она поступала по Слову Божьему, чтила бы своего начальника, тогда она совсем по-другому относилась бы и к своей работе. Чтить значит ценить, подчиняться, относиться как к чему-то драгоценному. Ее отношения и поведение были бы совершенно иными, если бы она имела сердце, исполненное чести. Тогда она автоматически выполняла бы свою работу самым наилучшим образом, а в сочетании со своей честностью еще сильнее привлекла бы внимание и интерес к Евангелию. Все остальное время нашего разговора с владельцем компании я посвятил извинению за поведение этой женщины. Он слушал меня, но тем не менее было видно, что мои слова не приносили ему большого облегчения. Он сильно пострадал, и было трудно помочь ему. Наш дальнейший разговор сразу изменился. Несколько лет спустя я рассказывал эту историю в одной из своих проповедей в церкви. Один из наших финансовых партнеров позже услышал запись проповеди на диске и отправил запрос в наше служение. Он попросил информацию о компании этого человека и адрес, по которому его можно найти. У него было желание написать извинительное письмо и отправить ему чек на 8000 долларов в знак свидетельства Божьей любви. Я так обрадовался просьбе нашего партнера, что лично взялся за дело, чтобы найти пострадавшего владельца компании и возместить нанесенный ему ущерб. В процессе поисков я узнал, что бизнесмен умер от сердечного приступа полгода назад. Это был очередной удар для меня. Я думал о том, услышал ли он мои слова тогда в самолете. Хотя если быть честным, я никак не мог найти подход к нему, чтобы поделиться с ним Евангелием, настолько сильно закрыт был его дух. Я мог только надеяться на то, что другой делатель повстречался ему на пути и достучался до его сердца. Довольно долго я думал о том, нашел ли он мир с Богом через Иисуса Христа. Я понимал, что это было бы действительно чудом после того, что натворила его бывшая сотрудница. Насколько легче было бы поделиться с ним Евангелием тогда в самолете, если бы та женщина оказала почтение ему и его компании? Ему было бы легко принимать. Как? Очень просто. Он бы сказал. Джон, я понимаю, о чем вы говорите. Мои самые лучшие работники были христианами. Сейчас в моей жизни полный бардак. Мне нужен Иисус, который даст мне вечную жизнь. Да, я хочу молиться с вами. С другой стороны, я слышал, как неверующие начальники говорили мне, что в своих сотрудниках они видят настоящее христианство не в их проповедях, а в том, как проявляется характер Христа, когда они попадают в различные ситуации, в их поведении на работе. Они говорили, что такие сотрудники работают лучше, чем другие. Они самые честные и надежные из всех сотрудников. Они никогда не спорят, не жалуются и не прикословят. Что дает этим работникам способность работать не так, как та женщина? Ответ простой. Страх Господень, который производит истинную честь и уважение в наших сердцах к тем, кого Бог любит, о ком заботится. В классе. На протяжении многих лет я слышал множество историй о том, как верующие своим поведением, оказывая почтение или, наоборот, всяческое неуважение. Тем самым оставляли хорошее впечатление или, наоборот, дурную славу о Евангелии. Впервые я стал свидетелем и того, и другого случая, когда учился в школе. Я принял Иисуса Христа своим Господом, будучи студентом университета Пердью. Я вырос в католической семье и регулярно посещал церковь, но тем не менее я отчаянно нуждался в спасении. Я помню, как мое внимание привлек один из студентов. Во-первых, я заметил, что у него был любящий, но при этом сильный характер. Он был потрясающим спортсменом и очень дисциплинированным парнем. Я заметил, что на студенческие вечеринки он приходил только в самом начале и уходил, когда все начинали изрядно выпивать и терять контроль над собой. На вечеринках он легко мог вести непринужденную и интересную беседу и с парнями, и с девушками, попивая одну содовую. Он видел, что я был религиозным парнем, но при этом далеким от Бога. Поэтому сначала он подружился со мной и потом спустя какое-то время однажды вечером постучался ко мне в дверь. Он поделился со мной словом Божьим и вдруг неожиданно спросил, Джон, ты можешь рассказать мне о президенте Соединенных Штатов? Я ответил, конечно, его зовут Джимми Картер, его жену зовут Розалин. Он был когда-то губернатором штата Джорджия, а до того он выращивал арахис на своей ферме. Он сказал, хорошо, а теперь ты можешь рассказать мне об Иисусе Христе? Я сказал, конечно, он родился от девы, его земным отцом был Иосиф, у него было 12 учеников и он умер на кресте. Он сказал, замечательно, а теперь скажи мне, ты знаешь президента Картера как свою родную маму? Я не задумываясь ответил, нет. Он спросил меня, в чем разница? Я сказал, мама это мама, я знаю ее лично, с президентом Соединенных Штатов я даже не знаком лично. Затем он сказал, итак, у тебя есть личные отношения с мамой, а президента ты не знаешь. Несмотря на то, что знаешь многое о нем, у тебя нет с ним личных отношений. Я ответил, верно. Затем он сказал, а ты знаешь Иисуса Христа так же, как ты знаешь свою маму. Я был ошеломлен. Я сидел, не зная, что ответить. Затем он показал мне, что весь Божий план послать Иисуса на землю был не для того, чтобы сделать из нас прихожан церкви, а для того, чтобы иметь личные отношения с каждым из нас, потому что он любит нас, и каждый ему дорог. Я был потрясен, когда узнал, почему Бог создал меня. Весь следующий год я часами читал Библию. Я не мог насытиться ею. Я хотел знать Божье Слово. До того, как я отдал свою жизнь Иисусу, Библия для меня была книжкой с историями и сводом правил. Теперь же она стала словом Бога, обращенным лично ко мне, которая ожила в моем сердце. Будучи студентом инженерного факультета, некоторые предметы я мог выбирать. Среди всех остальных в списке также были предметы от Нотр-Дама, которые преподавал профессор, постоянно проживающий в университетском городке. Я решил записаться на курс по обзору Ветхого Завета. Я был тогда еще юным студентом и с трудом мог понимать учение Ветхого Завета, поэтому я подумал, хорошо бы пройти этот курс, чтобы увидеть общую картину. Занятия нашей группы проходили по понедельникам и длились три часа. На первом занятии я увидел профессора и буквально пришел в ужас. Он сказал, что в Библии около 600 противоречий, и доказать исторически, что Иисус Христос воскрес из мертвых невозможно. И когда Моисей с сынами Израилевыми перешел Красное море, это было всего-навсего болото. А в Библии все представлено так помпезно только лишь потому, что историю передавали из поколения в поколение, с каждым разом все больше и больше преувеличивая факты, пока болото не превратилось в огромное море. Стоит ли говорить, что тот семестр был далеко не самым спокойным периодом в моей жизни? Я помню, как постоянно спорил с профессором и другими студентами. Однажды было занятие, когда мы спорили с профессором на протяжении двух часов. Все это время я довольно твердо отстаивал свою позицию, но при этом относился почтительно к его позиции учителя. В начале семестра нам дали задание написать большую исследовательскую работу и сдать ее к концу учебы. Результат выполненной работы составлял третью часть итоговой оценки. Я старательно поработал над своим исследованием. На последнем занятии профессор раздал нам проверенные работы. Получив свою работу, я увидел вместо оценки большую букву I. Я был необычайно удивлен. После занятия я подошел к профессору, который сказал мне, «Джон, вы должны зайти ко мне в кабинет. Я объясню вам, что значит эта оценка». Через несколько дней я зашел к нему в кабинет. Он встретил меня словами, «Джон, мы с вами живем в разных мирах, поэтому я почувствовал, что не могу оценить вашу работу. Я поставил на ней знак I. Это значит, что она имеет отношение не к вашей итоговой оценке, а засчитывается как два сданных экзамена в этом семестре». Затем он сказал, «Джон, у меня было много фундаменталистов в группах, которые доставляли мне массу проблем. Почти все из них или создавали беспорядок в группе, или вылетали из группы, или даже отступали от своих убеждений». Затем он смягчил тон и сказал, «Джон, вы были совсем другим. Вы не отступили от своих убеждений. Вы остались стоять на своем, но при этом вы относились ко мне с уважением. Вы также завоевали уважение своих одногруппников. Я очень благодарен вам за мужество и уважение, которое вы проявили по отношению ко мне». Бог показал мне кое-что в этом разговоре. Когда мы твердо стоим в откровении Его Слова, но при этом с почтением относимся к нашим лидерам, тогда мы увидим, как Бог будет двигаться во имя истины. Скорее всего, все фундаменталисты в Его группах были рожденными свыше верующими, но их свидетельство было прямо противоположно их делам, так как они только рассказывали об Иисусе Христе своим одногруппникам и преподавателю. Скорее всего, они дискредитировали истинные Евангелии в глазах преподавателя и одногруппников своим поведением, лишенным уважения и полным споров, что приводило к беспорядку в классе. Замечательная возможность была упущена из-за того, что они не знали принципа чести. Мы никогда не должны отходить от Божьего Слова. Мы должны стоять твердо. Но, кроме того, мы должны корректировать тех, кто настроен против нас и делать это в кротости и смирении. Будь это наш начальник или тренер, или преподаватель, мы должны показывать христоподобие. А когда появится возможность, тогда можно открыть уста и говорить истину в любви и уважении к нашим лидерам. Почтение к руководителям в обществе. Как мы можем чтить власти в обществе? Давайте еще раз посмотрим на значение слова «честь». Ценить, относиться с уважением как к чему-то драгоценному и значимому, подчиняться и быть послушным во всем, что не противоречит Библии. Если мы будем размышлять и молиться над этим определением, тогда наше поведение на работе, в школе или институте, в спортзале или где бы то ни было еще, изменится в лучшую сторону. Если мы попросим Бога наполнить наши сердца почтением к власти в обществе, тогда наше отношение к ним станет совсем другим. Вместо того, чтобы отстаивать свои права, мы будем предпочитать их желания нашим. Мы будем искать любого случая, чтобы им помочь, независимо от того, признают нас или нет, достойно или нет нам заплатят за наши труды. Как же мы можем этого достичь? Писание говорит нам, «Рабы, работники, подчиняйтесь вашим земным хозяевам, работодателям и начальникам, с почтением и страхом, от чистого сердца, как вы подчинялись бы и Христу». Делайте это не на показ, только ради того, чтобы заслужить их доброе отношение, но делайте это как рабы Христа, от души исполняющие волю Бога. Служите со старанием, как вы служили бы Господу, а не людям. Знайте, что Господь вознаградит каждое доброе дело, кто бы его не сделал, раб или свободный. Эфессианам, 6 глава, стихи с 5 по 8. Обратите внимание на выражение, служите со старанием, как вы служили бы Господу. Если это будет живо в сердцах наших, тогда мы сможем из рабов превратиться в слуг. Вы скажете, «А я не раб». Прежде чем быстро ответить на данное утверждение, позвольте мне объяснить вам разницу между рабом и слугой. К рабу самые минимальные требования, а у слуги есть максимальный потенциал. У раба крадут, а слуга сам отдает. Раб вынужден работать, слуга сам принимается за работу. Слуга ищет возможности, а не ждет приказов. Он предвидит нужды того, кому служит, и восполняет их, прежде чем его попросят. Если вам кажется, что ваш начальник несправедливо и грубо к вам относится, вам нужно действовать в ответ, а не реагировать на плохое отношение. Человек, который реагирует, начинает жаловаться на то, как к нему плохо относятся. Он становится угрюмым, ко всему безразличным и плохо работает. Человек, который действует, побеждая зло добром, римлянам 12 глава стих 21, подойдет к своему неприветливому начальнику и скажет, например, такие слова. Я вижу, что еще много работы нужно сделать, поэтому я хочу, чтобы вы знали, на следующей неделе я буду приходить на 2 часа раньше и сделаю всю работу. Вам даже не нужно будет платить мне сверхурочные. Если вы начнете разбираться с конфликтом таким образом, то очень скоро завоюете милость Бога, а в конце концов и начальника. Откуда я знаю? В книге притчей, глава 3, стихи 3 и 4 написано, что нужно написать милость и истину на скрижалях сердца, тогда обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Если вы не найдете благоволение в очах своего начальника, несмотря на то, что будете уважать его и относиться с почтением, тогда Бог откроет дверь в другое место, где вы обретете милость и благоволение. Так поступил тот директор страховой компании, историю которого мы рассмотрели в предыдущей главе. Он почтил своего работодателя, даже когда его ни во что не ставили. Впоследствии Бог открыл для него дверь в более крупную компанию. И сейчас он получил полную награду, став одним из крупнейших директоров. Это закон. Если вы почтите общественные власти в своей жизни, Бог почтит вас, и вы получите полную награду. Возможно, она не придет от начальника, преподавателя или тренера, но она придет обязательно. Бог наблюдает за своим словом, чтобы оно исполнилось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok